Эту планерку Вениамин Кондратьев предложил начать с самого главного для региона вопроса, с подсчета финансов. Уже сегодня в разгаре формирования бюджета на следующий год. И по прогнозам федеральных экспертов, роста доходов не ожидается. При всей непростой ситуации край не собирается отказываться от социальных обязательств и даже планирует дать толчок экономическому росту. Ставку глава региона делает на местных производителей. Важно и принципиально, чтобы не только мы сохранили социальную направленность бюджета, но и сделали его бюджетом экономического роста. Покажите, что нужно сделать для того, чтобы наш внутренний региональный рынок был заполнен товарами нашего внутреннего регионального производителя. У нас же абсурдная ситуация. Куда ни посмотри, у нас везде все с других субъектов или импортное. А наши внутренние производители бьются, они могут реализовать продукцию. А давайте посмотрим на строительную сферу. У нас что, в Крае мало производится сегодня, в стройматериалах. Вот все коллеги, которые сидят, они перед вами. Вы сегодня посмотрите с точки зрения экономического среза, что мы производим и что мы продаем на внутреннем рынке. Мы живем в едином экономическом пространстве и мы можем сделать лучше, чем в среднем по России у наших соседей. Мы это делаем. Ну, понятно, это все зависит от общей экономической ситуации в Российской Федерации. Оптимизировать доходы и расходы нужно не только в краевом консолидированном бюджете, но и в казнах районов. И в этом вопросе не может быть отстающих, обозначил свою позицию Кондратьев. В регионе единая финансовая система, а значит за пополнение доходов главы на местах, конечно, отвечают. Но прежде всего ответственность на краевом Минфине. У нас финансовая система в крае одна и зона ответственности полностью ваша. Если вы видите, что есть потенциал, а не добираете, опять-таки, здесь тогда скажите, кто в муниципалитете не способен его добрать. Я еще раз подчеркиваю, что бюджетная система края у нас одна и бюджет у нас один. Поэтому муниципальный бюджет, краевой бюджет, в целом консолидированный бюджет края. Вот вы за него отвечаете. Поэтому здесь все, что недоработали, это вы недоработали вместе с своим блоком. Впрочем, не менее важный вопрос и семейный бюджет кубанцев, в котором в последнее время увеличилась статья расходов. С 1 июля по всей стране тарифы ЖКХ выросли на 4%. Но повышение цен пока не всегда отражается на качестве. Хоть и заложены эти деньги именно на модернизацию инженерных сетей. За последний месяц поступило больше тысячи жалоб от жителей на перебой с водой и светом. В то же время управляющие компании не всегда спешат объяснить, за что конкретно выросли цифры в коммунальных платежках. Жалуются, что тарифы-то растут, а качество услуг вслед за тарифами не растет. Рост должен быть обоснованным. И повышение цены, тарифов, они должны быть не с потолка. А мы сегодня почему молчим-то, не отвечаем на эти жалобы людей, потому что ответить нам просто нечего. Нам важно проследить, чтобы никто не воспользовался этой ситуацией и не завысил ни цены, ни тарифы на услуги ЖКХ. Никто, ни энергоснабжающие организации, ни управляющие компании. Вот они у нас где-то любители поиграть с тарифами. И здесь должны, наверное, мы все вместе за этим следить, начиная от главы района, в том числе моих курирующих вице-губернаторов, направления квартальных руководителей ТОСов, и, конечно, здесь правоохранительные органы, в том числе и прокуратура. И те, кто балуются сегодня завершением тарифов, должны нести ответственность, вплоть до уголовной. Масштабное отключение электричества в министерстве ЖКХ сегодня объясняют аномальными погодными условиями. Коммунальные сети просто не выдерживают высоких температур и сильных ливней. Увеличивается нагрузка с наплывом туристов. Однако это не должно стать основной причиной, заявил губернатор. Ведь курортный сезон не в форс-мажорной ситуации, к нему готовятся заранее. Что же касается общего решения проблемы, то к утверждению сегодня готовится программа развития энергосистемы края на пять лет. А значит, можно надеяться, что уже в ближайшее время лето в кубанских городах не будет сезоном отключения света.